Мы в Чехове, и зашли в магазин, а мы постоянно над этой песней, над конем прикалывались. Был ты конь мой, вороной, а теперь подруга. И там заходим, и такие банки стоят с тушенкой, со всякой ерундой. Был ты конь мой, вороной, а теперь конина. Там реально банки с кониной. Поэтому после этого я петь спокойно не могу, только под заказ. Еще чего какие будут, нет. Вопрос еще. Вот часто духовный стих, ансамбль, инструмент, вообще нет. Я, наверное, не знаю, ты пробовал этот инструмент, то это уже с вами как-то звучит. Да нет, мне это неинтересно просто. Нет. Лира, гудок, древнерусские мотивы в одежде, во всем прочем. Вообще неинтересно, абсолютно. Вот чем мне нравится Саша, например, от носа, в который выступал? У него как раз все идет через проживание внутреннее, через личку эту, которую я ценю в человеке больше всего. А реконструкция или попытка, там, как Саша сказал, я забыл это слово. Ну, по поводу вот того, чего все вот часто очень делают. Имитация, аутентичность? Ну, имитация, аутентики, вообще, это страшная вещь. В нее один раз влезешь, потом не отмоешься. Серьезно. Имитация – это ужасная, страшная вещь, поэтому я вот с определенного момента отошел от всего этого. И в себе это, естественно, это в себе очень легко. В чем оно страшное, вот эта имитация? Если оно страшное. Но потери себя есть. Но потери, потери самого главного. Я не знаю, тут у меня какие-то постоянно дурацкие образы возникают. Потери искренности, нет. Потери искренности, да. Сейчас пост идет, я так хочу такую аналогию, но нельзя. Не постные аналогии совсем даже. Но имитировать же можно все, да? Можно имитировать головную боль. Женщины знают, как это делать. Пародировать, может, кого-то. Продолжение следует...